Ребята, всем привет! Вы с Аленой. Сегодня говорим про мозг и чем можно помочь, если вы уже подтормаживаете в любом возрасте. Очень многие мне пишут о том, что Алена с ними видео про то, как поддержать мозг. Правда, я вам записывала все посты про питание, про движение, про саплименты, но хочу вот кратенько подвести итоги того, что знаю. Во-первых, если у вас есть проблема с мозгом, то во многих случаях эта проблема многофакторная. Первое, что вы должны знать, если есть проблема с мозгом, обратите внимание на саплименты. Если у человека, правда, есть дефицит самых важных необходимых кофакторов метильных групп, ну то есть, ладно, по-простому. Если у него не хватает, грубо говоря, на цикл крепса, на всякую фигню в организме, то есть, вывод токсинов, то это все начинает застревать. Человек просто от этого становится такой вот уснувшим, грубо говоря. И для того, чтобы справиться с этой историей, я всегда рекомендую своим клиентам обратить внимание на глюкозу, на сахар и на питание. Многие путают правильное питание и просто питание. И, соответственно, переедание и недоедание – это два фактора, которые провоцируют различные стрессовые моменты. Но есть еще другая история. У многих людей мозг поврежден из-за хронического воздействия глюкозы. Ну, то есть, это нормально, когда глюкозы слишком много, и она не расходуется, она начинает повреждать нейроны. И человек думает, что он идиот в раннем возрасте. То есть, ему не дано быть программистом, окулистом, там, ну, в общем, это все часто из-за диабетической вегетативной нейропатии. То есть, такие, сердце, ребята, сахар! А мне говорят, сердце! Я говорю, сахар! Высокая частота пульс, непереносимость физических нагрузок, ортостатическая гипотензия, запор, нарушение моторики пищевода. Сахар! Мне говорят, нет! И другие моменты, что если вы начинаете периодическое голодание с поддержкой, саплиментами, то вы просто удлиняете, грубо говоря, свои митохондрии и поддерживаете разные процессы. Соответственно, могу сказать, что это помогает улучшать память, концентрироваться, улучшать моторные навыки и создавать нейронные связи. Могу сказать, что для того, чтобы поддержать мозг, нужны физические упражнения и, соответственно, правильная диета. Глюкоза – это плохой источник топлива для мозга. Ну, то есть, она рабочая схема, но когда ее слишком много, она не расходует, она просто повреждает. Соответственно, моя рекомендация – это палеопитание и тренировки. Это то, что поможет вашему мозгу до старости быть без Альцгеймера, без деменции, без какого-то стресса. Соответственно, это все боженька прописал. И ставьте лайки, пишите, как вы поддерживаете мозг. И мозг любит апгрейд, ведь? И мне пишут, а я не способен к обучению. Это неправда. Просто во многих случаях вы не даете ни аутофагию, ни... Ну, в общем, происходит в организме то, что не должно происходить. Помогите себе.